Всем привет, ребят! С вами Megabzor.com. Очень рад вас видеть. В прошлом месяце мы начали глобальное тестирование комбо-видеорегистраторов. Мы отобрали 12 наиболее популярных и актуальных моделей. Сегодня пришло время провести финальный третий этап. Сегодня на испытании PlayMe P500 Tetra, ShowMe, Combo 1A7, Stealth MPU640, Neoline XCOP 9700. Все это флагманские модели в линейке данных производителей. Предлагаем начать с комплектации. Обычная комплектация любого видеорегистратора должна включать крепление на лобовое стекло, зарядное устройство, прикуритель и само устройство. Все это и есть у тестированных сегодня видеорегистраторов. Дополнительно, PlayMe P500 имеет карта-ридер microSD. Neoline XCOP 9700 также получил адаптер и крепление на двухстороннем скотче. ShowMe Combo получил переходник на карты памяти microSD. Stealth MPU640 включает только классическую комплектацию. Если говорить про 640 внешний вид, то это классический форм-фактор, продолговатый корпус. Из черного пластика информация выводится на дисплей 2,7 дюйма, он находит в стороне водителя. Управление осуществляется с помощью механических кнопок. Они распределены по боковым граням. ShowMe Combo 1A7 младшей модификации мы уже рассматривали. Старшую версию отличает только установленная начинка. Как и ранее, это самый массивный видеорегистратор из всех протестированных нами ранее. Он отнимает много пространства на лобовом стекле автомобиля. Эти габариты сказываются негативно и в зимнее время. За счет большего веса не всегда представляется возможным зафиксировать его надежно на стекло. Часто во время прогрева он падал на приборную панель. Компоновка элементов классическая. И несмотря на массивные габариты, дисплей тут диагонали 2,3 дюйма. Информативность на должном уровне. Используется управление с помощью механических кнопок. New Line Nixcope 9700, кстати, получил несколько престижных наград за дизайн. Выполнен он в виде нескладного Г-образного корпуса. Но назвать его компактным тоже сложно. Он только немногим меньше, чем рассмотренный выше видеорегистратор Combo 1. Мы, кстати, тестировали в подобном исполнении один из видеорегистраторов от компании New Line. Это была модель 9500. В отличие от нее, здесь сохранили форму корпуса и уменьшили габариты объектива. Теперь он не выступает над поверхностью корпуса. Порт зарядки находится на левой грани. Решение на самом деле спорное. В плане удобства подвода кабеля, кабель и штекер всегда будут находиться в стороне водителя. Управление тут сенсорное. Оно удобнее, чем классический подход с кнопками. Playme MP500 Tetra в этой четверке самая компактная. При внешнем осмотре сложно предположить, что держит в руках комбо видеорегистратор. Но в нем также удалось уместить и полноценный приемник, и линзу, и необходимую для работы электрику. Поддерживается сенсорное управление. Сторона, обращенная к водителю, знана 3,5-дюймовым дисплеем. Пока подобное исполнение мы увидим впервые, и оно нам нравится. New Line X-Cope 9700 предлагает два варианта крепления. Это вакуумная присоска и площадка с двусторонним скотчем. По возможности лучше обратить внимание на площадку. С ней меньше он выступает в сторону салона, и с ней же можно зафиксировать и на приборную панель. Комплектная присоска у данного видеорегистратора очень массивная. В нашем автомобиле в сборе он занимал практически всю высоту стекла. Оба варианта поддерживают поворот вокруг оси. Xiaomi Combo 1 крепится с помощью крепления с вакуумной присоской. Крепится он по двум направляющим. Механизм поддерживает поворот вокруг оси на 360 градусов. Во время тестов он нас периодически падал на приборную панель. Playme P500 и Stealth M640 крепятся с помощью присоски с короткой ножкой. Установка и съем не затруднительны. Поворот в районе 360 градусов. Выбранное положение можно зафиксировать с помощью винта с накатанной головкой. Все четыре тестерма, комби и видеорегистраторы помогут похвастаться продуманными заводскими настройками. Они избавляют от необходимости самостоятельного изучения для начала полноценного использования. Все четыре модели обновляются вручную с помощью фирменных утилит, загружаемых с официального сайта. Меню Playme P500 оптимизировано под управление пальцами. Четыре раздела – видео, радар, просмотр ролика и общие настройки. Полностью локализованы под российских пользователей. Попасть в нужный пункт несложно. Расположение элементов предсказуемо. В оформлении New Line X-Cope 9700 также учитывалось сенсорное управление. Главный экран разделен на четыре зоны. В видеозаписи работа радара настраивается отдельно. Все опции настроек в Xiaomi Combo 1 собраны в виде общего списка. Найти нужный не всегда получается быстро. Предварительно приходится несколько раз перерезистывать список. Взаимодействие осуществляет с помощью кнопок. Раздел настройки 640 стоит из трех категорий. Общие настройки, настройка видеозаписи и управление радар-детектором. Управление интуитивное. Часто используемые опции перенесены в начало списка. Если говорить про радарную часть, то они примерно компонованы одинаково. Это работа в лазерном диапазоне, X, K, KA, определение стрелки и, конечно же, GPS-функционал. Мы тестирули эти комбо-видеорегистраторы на дорогах Казани и Республики Татарстан. Мы используем общую методику для всех сравнительных тестов. Выбирается участок в городе, то участок проходится по несколько раз. И мы изучаем поведение данных радар-детекторов. И, собственно, во время заездов определяем проблемные участки. И отмечаем дистанцию до комплексов, которые установлены на этих участках. Если говорить про активный диапазон, то на Криз и Визир реагировали все четыре одинаково. Расстояние достаточно для коррекции скоростного режима. Сложнее всего детектирование идет для комплекса Амата. Пропуски по ней были замечены у Neuline XCOP 9700. Периодические пропуски были у Playme P500 и Xiaomi Combo 1. Steel 640 определяет ее примерно на расстоянии 600-700 метров. Наибольшее количество ложных срабатываний у Xiaomi Combo 1.7. Подобное поведение мы наблюдаем в ходе всего сравнительного теста. По автодории все видеорегистраторы введут расчет средней скорости. На участке и фиксируют точку входа и выхода. Данную скорость можно использовать для коррекции скоростного режима. Наполненность базы хорошая. Оценку ставим на основе данных по комплексам в Казани. Если говорить про начинку, которая отвечает за видеозапись, то тут тоже сложилась интересная ситуация. Три модели используют процессор Ambarello A7. Данный процессор используется чаще всего во флагомских моделях. Все они поддерживают запись в формате Full HD и в целом работают в формате записи MP4. Есть возможность установить длину файлов. Примеры вы видите сейчас и по ссылке в описании к этому видео можно посмотреть ролики отдельно. Но в данном тесте внимание заслуживает Playme P500. Заслуживает в плане процессора установленный здесь. Это AID 8338. Как показала практика, он не уступает по качеству записи процессору Ambarello A7. Пришло время подвести итоги. Аутсайдером третьего этапа стала модель Xiaomi Combo 1. К ее минусам отнесем массивный корпус и ложные срабатывания в активных диапазонах. Stealth MFU640 самый доступный из этой четверки. Он продемонстрировал хорошую работу радарной части и качество съемки. В Neuline XCOP 9700 хорошо все, но за исключением массивных габаритов корпуса и стоимости относительно всех рассмотренных нами моделей. Playme P500 Tetra интересен в первую очередь своими компактными и необычными для такого класса устройств с габаритами. Также отличительной чертой P500, в отличие от трех других, стал выбор в пользу платформы AID. На качество видео это негативно не повлияло, но избавило от нагрева корпуса, который характерен для всех моделей на базе процессора Ambarello A7. С удовольствием обсудим наш сравнительный тест с вами в комментариях, ребят. Всем спасибо за внимание. У нас впереди еще много-много интересного. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok